Знакомим вас с эксклюзивным монопородным кормом «Лацин» на основе морского коллагена и разработанный специально для французских бульдогов с аргинином для поддержания крепкой мышечной массы и усиленным составом для здоровья суставов для всех возрастов. Французские бульдоги, английские бульдоги, мопсы и так далее, собаки, во-первых, преимущественно болеющие брахицефалическим синдромом. С ним мы, к сожалению, ничего не можем сделать, и никакая кормовая добавка нам не поможет. Но у них есть ряд иных проблем. В первую очередь это атопии, дерматиты, пищевые аллергии непереносимости. И если пищевая аллергия непереносимости, естественно, корректируется диетой, то если это атопия, то мы можем помочь собаке диетой, добавив, например, жирные кислоты, омега-3,6, жирорастворимые витамины для того, чтобы липидный барьер кожи защитить. Также очень часто собаки этого типа болеют дисплазией метазобедренных суставов, всякими экструзиями и так далее. Также бульдоги и мопсы очень часто страдают проблемами с глазами, конъюнктивитами, различными изменениями уже дистрофическими в области самого глазного яблока. Очень частая проблема у всех плоскомордых собак, у всех кархицефалов с складочкой носа. Проблема в том, что складочка, она закрытая, и там нет постоянного доступа кислорода. Очень часто, если собака еще активно не болеет, у нее активно не выявлена аллергия, не выражена, но уже начинаются проблемы в складочке. Для того, чтобы с этим бороться, нам нужно в первую очередь восстанавливать липидный барьер кожи, соблюдать гигиену и заботиться о том, чтобы иммунитет местной кожи, он тоже был на достаточно высоком уровне. Барьцефалические породы, особенно мопсы, бульдоги английские, французские, они нуждаются в том, чтобы мы особенно заботились об их рационе. Наша основная задача – достичь того, чтобы с помощью рациона мы могли предупреждать заболевания, которые могут возникнуть для этих собак, которые характерны для этих собак. И с этим отлично справляется корм японский лацин. В него в первую очередь, помимо высококачественного мяса, легко усваивающегося протеина и так далее, добавлен морской коллаген. Этот морской коллаген, он высокомолекулярный. И особенность его в том, что он практически не разрушается на пути к своему пункту назначения в желудочно-кишечном тракте и в ротовой полости. И в практически неразрушенном виде он встраивается в органы и ткани, тем самым мы можем предупреждать такие болезни, как конъюнктивиты, как болезни роговицы, различные дистрофические изменения в зрительном органе, метаболические нарушения в мышечной ткани. То есть это то, что дополняет все ткани организма. В составе японского корма лацин очень хороший состав относительно жирных кислот и относительно жирорастворимых витаминов. Почему для нас это важно? Потому что это поможет бороться с различными генезодерматитами, с отитами и прочими проявлениями драматологическими аллергиями. Из-за чего? Из-за того, что существует липидный барьер кожи. Если липидный барьер кожи нормально не работает, то и мы будем видеть повреждения кожи, мы будем видеть покраснение папулы, ритемы, различного генеза. И за счет того, что мы корректируем рацион, мы можем корректировать иммунитет кожи местной и липидный барьер восстанавливать. В составе японского корма лацин для брехицефалических пород также и учли особенности мышечного корсета этой собаки. Поэтому в нем добавлен достаточно редкий козиновый фосфопептид. Это очень интересный фосфопептид. Его особенность заключается в том, что помимо того, что он помогает в строительстве мышечной ткани, он участвует в улучшении транспортировки кислорода к органам и тканям организма, что очень важно. Также в японский корм лацин добавлен аргинин. Особенность аргинина в том, что он принимает активное участие в метаболических процессах, кроме того, чтобы мышца активно работала, чтобы она нормально росла и чтобы она нормально функционировала, она должна быть хорошо властелизирована. И, соответственно, эта аминокислота принимает активное участие в ангиогенезе. Также в особенности производства японского корма лацин можно выделить то, что в нем нет ни естественных, ни натуральных консервантов искусственных. В виде консервантов здесь смешаны докаферолы и экстракт розмарина. И меня очень удивила упаковка, в которой эти корма выпускаются, то есть сам по себе. Мешок 800 грамм разделен на маленькие упаковочки по 200 грамм. Мы, вскрывая одну упаковку, используя ее за 2-3 дня, можем быть уверены в том, что остальная масса корма, она будет свежая, она не будет окисленная. И это еще раз подтверждает то, что производитель действительно не добавляет никакие консерванты в свой корм. Производитель корма японского лацин учел особенности породы, особенности ротовой полости, и гранула достаточно маленькие для того, чтобы собаке не пришлось их с усилием разгрызать, но и при этом она не могла бы их там, например, вдохнуть и подавиться. Также в корм добавлены кусочки сыра и кусочки куриной грудки для того, чтобы улучшить вкусовую привлекательность корма. Сам по себе корм имеет вполне себе естественный цвет и естественный запах, что еще раз подтверждает заявленную производителем информацию о том, что в корм не добавлены искусственные красители и усилители вкуса. Гранулы такого размера идеально подходят для собак породы мопс. Изучая статьи, можно наткнуться на интересную статистику о том, что в Японии действительно одна из самых больших продолжительностей жизни среди кошек и собак в районе 15 лет. И в первую очередь это обусловлено высокими стандартами качества изготовления корма. Качественное сырье вместе с добавками, которые действительно улучшают и пищеварение, и внешний вид собаки, и структуры ткани организма. Вместе все это дает действительно увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни собаки на протяжении всего периода времени.